This conference will now be recorded. В этом году учебный центр «Специалист» будет праздновать 30 лет с момента начала своей деятельности. За это время мы обучили уже более миллиона человек и на практике заслужили звание ведущего компьютерного учебного центра России. Также наши слушатели знают, что мы гарантируем 100% качество образования за счет уникального сочетания баумантской методики преподавания, технологий проведения обучения и практик ориентированного подхода. У нас есть программа помощи трудоустройства выпускников и в нее включены вот такие блоки. Сейчас я о каждом из них расскажу пару слов. То есть при составлении наших курсов, наших дипломных программ мы учитываем, что на выходе слушатель наш должен не только знать, но и уметь, потому в программы включены в основном вектор сделан на отработке практических навыков, включены лабораторные работы, чтобы вы выходили от нас с умением и навыком, а не только с теоретическими знаниями. После того, как вы заканчиваете какой-то курс, какой-то трек или дипломную программу, важно правильно выйти на рынок труда, подготовиться к собеседованию, подготовить резюме, знать, как проходить собеседование. Все это мы подробно рассказываем на нашем бесплатном курсе. Все, кто у нас проходил обучение, могут абсолютно бесплатно его пройти. Раз в месяц он проходит. Я направлю ссылочку для записи в чат, и вы сможете записаться, если хотите, на ближайшую группу 16 июня. В онлайн-формате вы можете задавать любые вопросы. Также предусмотрена отработка прохождения собеседования в такой вот игровой форме прямо на вебинаре. Для тех, кто хочет получить индивидуальную консультацию, надо записаться. То есть QR-код по нему можно пройти и заполнить форму. И в порядке очереди получить данную консультацию. Также мы для IT-специалистов проводим дни карьеры, куда приглашаем работодателей рассказать о своих компаниях, о каких-то кейсах и, естественно, о своих вакансиях. Также вакансии от наших партнеров мы публикуем в специальных каналах Телеграм-канал, группа ВК и группа Фейсбук. Отдельно только вакансии, где вы можете подписаться и следить за теми вакансиями, которые нам представляют наши партнеры. Наши партнеры – это корпоративные заказчики, которые учат у нас своих сотрудников, убедились в качестве образования и с удовольствием готовы приглашать на работу наших выпускников, часто даже не имеющих опыта, иногда уже опытных. Вакансии у нас очень разные. Загляните, посмотрите. Ссылочки на них я также вам отправлю чуть позже в чат. А сейчас я хочу передать слово Денису Михайлову, ведущему преподавателю по курсам данного направления. Денис – специалист практик в сфере системного администрирования, сертифицированный специалист MCP и MCT. Более пяти лет он преподает курсы по IT-технологиям Microsoft. И сейчас Даля расскажет нам о самой профессии и о дипломной программе. Денис, передаю вам права презентера. Добрый день. Секундочку, сейчас презентацию предоставлю. Пока Денис переключается, я хочу попросить вас написать в чате, уважаемые слушатели, давайте узнаем, кто сегодня собрался. Сколько из нас совсем начинающих специалистов или уже тех, кто начал обучение, или уже крутой специалист. Поставьте, пожалуйста, в чате нолик, если вы совсем ничего не знаете про область IT, про системное администрирование. И поставьте единичку, если вы что-то уже в этой области знаете, что-то изучали. И двоечку, если вы уже такой продвинутый специалист. А также можете поставить пятерочку, если учились у Дениса. Посмотрим, сколько у нас таких выпускников. Я вижу в чате, какую-то сейчас пытаюсь аналитику быстренько провести, но, наверное, скорее начинающих больше у нас. Ну, также есть вот и один слушатель, который вот еще пока думает, наверное, начать ли ему в данной профессии развиваться. Окей. Все, тогда я уступаю слову Денису. Итак, всем еще раз добрый день. Точнее, добрый вечер уже. У кого-то, возможно, доброй ночи практически уже. У меня практически ночь. Я нахожусь немножко в другом часовом поясе. У нас с вами начинается сегодня такая небольшая презентация по программе сертифицированный специалист, системный администратор по локальной и облачной инфраструктуре. Немножко о себе, про меня уже немножко рассказали. Чуть-чуть больше добавлю. То есть я в этом плане пришел в тренера из практиков. То есть я не был чистым тренером, был сначала практиком. В IT уже более 20 лет. Занимался очень много практикой как раз в компании Softline. Занимался там интегратором. Дошел до должности руководителя направления System Center. Такой продукт у Microsoft был. Ну, пока еще до сих пор есть. Посмотрим, что с ним будет дальше. Выпустил огромнейшее количество, собственно говоря, групп по различным продуктам Microsoft. То есть достаточно большой пул здесь. У меня есть багажа и бэкграунда. Ну, и преподаванием занимаюсь вот последние 5-7 лет. Можно сказать, что в Softline тоже занимался как раз преподаванием только в рамках проектов. И до сих пор практик. То есть не только тренер, но и до сих пор внедряю инфраструктуру. Помогаю, консультирую. То есть от практики никуда не ушел. И не собираюсь в том плане уходить. Без практики как бы сложно это все делать. Соответственно, немножко про профессию IT. Ну, в целом, все мы знаем, что сейчас без IT совершенно никуда. Даже малый, там, средний бизнес сейчас стремится использовать эти технологии. Соответственно, спрос на IT специалистов в разрезе администрирования инфраструктуры, безусловно, есть. Единственное, что сейчас там планет такой, ну, скажем так, тренд больше требуется. Такие кросс-профессии. То есть это и локальное администрирование, и облачное. Что сейчас в России не сильно распространено. То есть как бы задел на это довольно хорошее есть. Эта программа как раз нам эти вещи и дает. Мы про нее чуть попозже поговорим. Что здесь за курсы в нее входит, к чему они подготавливают. Что из них можно на выходе получить. Как раз там, пока еще курс начался, спрашивали в чате, что нужно знать. На самом деле требования изменились довольно серьезно в плане человеческих факторов. То есть мы все-таки, IT уже стал не изолированным IT-отделом, а все-таки это организация, которая общается с бизнесом. Поэтому требования к людям тоже растут. И как раньше было, там, бородатый, пузатый системный администратор, такой вариант уже не работает. Нужно все-таки быть уже больше с бизнес-пользователями и с ними больше общаться. В этом плане как раз требования у нас первое это soft skill, которым сейчас требования нарастают с каждым годом и с каждым месяцем, с каждым днем все больше и больше и больше. Меньше они не станут. Ну вот примерно такие вот 10 навыков, которые сейчас требуются к системным администраторам. Ну и вообще к профессии IT-специалистов. Это и первая линия, и вторая, и третья. Это не важно. Здесь разницы особой нет. То есть мы видим как раз понимание ценностей для клиента. То есть для чего, собственно говоря, мы существуем в качестве системных администраторов, что от этого получает тот самый бизнес. Здесь, конечно же, понимаем, что мы можем позиционировать себя как знающие специалисты и доносить правильную информацию для бизнеса. Навыки коммуникации. То есть правильно выражать свои мысли, правильно доносить информацию. Без них тоже никуда. Эмоциональный интеллект. Ну это как бы сейчас тренд, который развивается, что чем лучше ты понимаешь человека, тем легче с ним общаться. И, собственно говоря, сейчас как раз есть два направления. Это просто интеллект изучается человека и развивается. Это, например, наши с вами технические знания. И эмоциональный интеллект – это гибкость принятия решений и считывания информации. Следующее требование, конечно же, командная работа. Без него сейчас тоже никуда. Один системный администратор ничего сделать не может. Сейчас требуется большая команда, взаимодействие между людьми, никуда не денется. Тайм-менеджмент тоже является сейчас софт-скиллом для IT-специалиста. Но тут нужно понимать его специфику. То есть, например, если мы говорим про линию первой техподдержки, то с ними и с тайм-менеджментом все сложнее. У них операционная деятельность, возникающая по мере необходимости. То есть заявок прилетело тысяча штук, мы работаем. Не прилетело – мы не работаем. Как с Генри Фордом на конвейерной линии. Так что здесь немножко сложнее. Но все равно требования возрастают к этому моменту. В разрезе, если мы говорим про системных администраторов, это правильное планирование жизни IT-отдела, окон обслуживания, рабочих процессов, взаимодействия всего этого с бизнесом. Переговорные навыки, безусловно. То есть правильно объяснить и донести свою цель и свое мнение. Гибкость и креативность. Ну, здесь, само собой разумеюще, сейчас развивается, потому что технологий стало достаточно много. Это и опенсорс технологии, и линуксы, и контейнеры, и докеры, и микросервисы, технологии ноу-коды, зеро-коды, лоу-коды. Все, они потихонечку развиваются. И это нужно все знать, понимать, что сейчас есть на рынке, и разные варианты предлагать. Вот как раз та самая проактивность, навыки презентации, менторинг. Это все тоже туда же все входит. Так что здесь, единственное, в данном курсе, то, что в этой программе мы это не будем разбирать, но это то, что сейчас, безусловно, требуется. Ну, без этого никуда. Такая уж профессия стала IT-специалистом. Все равно, что-таки мы были изолированные. То есть есть некий отдел, в который боятся заходить пользователей и на компьютер трясутся, не знают, что делать. То сейчас в этом плане развития специалистов обычных идет очень сильно. Как раз я уже назвал технологии на ноу-коды, зеро-коды, на этаже, каждый, как хочет, так и называют лоу-коды. Где системный администратор предоставляет некий инструмент только, а уже как этим инструментом будет пользоваться пользователь, это его личное дело. Мы здесь только рядышком постояли. Требование дополнительное, которое у нас есть, кроме софт-скилла, хард-скиллы. Это, конечно, специализированное ПО-знание. Мы в этом курсе как раз чуть позже посмотрим программу, что мы в этом плане будем изучать. Это знание сетей. Ну, без них сейчас тоже никуда. То есть это один из основных элементов, который существует с точки зрения облаков сейчас. Дальше. Методологии разработки и методологии управления, которые у нас есть. Основное, конечно же, это ITIL. Сейчас две версии его используются. Это третья и четвертая версии. Четвертая вышла относительно недавно. И под ее концепцию не все организации, в принципе, готовы работать. Если так немножко сравнить ITIL третий, где у нас есть IT-отдел и бизнес-отдел взаимодействия выстраивается между ними, то ITIL четвертый, в нем прописывается есть одна организация, есть другая организация. Они между собой выстраивают взаимоотношения. То есть в данном случае уже нет IT-отдела. Есть в виде одного отдела и другого отдела, который предоставляет друг другу какую-то информацию. Замечу главное слово друг другу. То есть и бизнес-отдел предоставляет IT-отдел какую-то пользу, и IT-отдел предоставляет бизнесу какую-то пользу. Тем самым формирует ту самую ценность. Аналог ITIL это MOV, который можно в этом плане почитать. Это Microsoft Operation Framework. Он тоже вышел из ITIL, но сейчас немножко отошел от него довольно так существенно. И там тоже процессный блок можно рассматривать. Потом наши вот как раз три технологии, которые сейчас развиваются. Это Agile, Scrum, Kanban. Без них тоже никуда. Это как бы так современные технологии взаимоотношения. Они довольно сильно между собой отличаются и требования. Как раз если мы говорим про Agile, мы возвращаемся к тем самым софт-скиллам. Agile без софт-скиллов абсолютно бесполезная вещь. Потому что мы не можем тогда получить правильное взаимодействие. Scrum. Здесь, конечно же, софт-скиллы также нужны, но уже в меньшей степени. Так как здесь уже в Scrum у нас есть распределение ролей между сотрудниками. Agile – это все-таки как раз та самая универсальность системного администратора, что он может все и вся и везде и как можно больше. То в Scrum уже появляются те самые распределения ролей в рамках работы. Одни специалисты занимаются одной задачей, другие – другой задачей. Дальше как раз Kanban. Ну, тоже, своего рода, такое ответвление от Agile и Scrum. То есть приходится и это тоже изучать. Есть, конечно, у нас еще KBIT, но KBIT – это больше уже про документацию и описание детального процесса. Здесь его знать не обязательно. Здесь я бы больше сказал первые три скилла, которые являются сейчас основными, чтобы пользоваться IT-бизнесом и IT-отделом более правильно и в нем себя чувствовать более вольготно и понятнее. Потому что все-таки без IT-отдела выстроить нормальные взаимоотношения между IT-отделом и бизнесом будет намного сложнее. Доказать вашу необходимость и вашу цель в работе организации. Востребованность на рынке сейчас профессии именно системного администратора. В принципе, мы видим процентов 7 от общего запроса от IT-сотрудников. Как раз мы тут видим сбор требований именно для IT-отдела. Разработка, программист – это примерно 39%, 36-39%. Востребованность, ну, разработка сейчас развивается семимильными шагами. И, соответственно, для них большие требования. Но разработчики без инфраструктурщиков никуда. То есть мы, как ассистемные администраторы, подготавливаем им инфраструктуру, подготавливаем необходимые им ресурсы, мониторим, анализируем и говорим, что им хорошо, что им плохо. Как ни странно, есть другое. То есть это не IT-профессии, но в IT-отделе они присутствуют. Но на них требования также, безусловно, есть. Также с IT у нас, получается, это не технари, всякие продажники, маркетинг – тоже сейчас востребованность. Так как IT-отдел довольно сильно упустил в этом случае блок именно саморекламы и маркетинга очень сильно, поэтому тоже востребованность есть. Управление в виде проект-менеджеров и руководителей тоже видим довольно существенно. Это примерно от 100% по IT-направлению – это 11% примерно. И вот как раз наши курсы, посвященные инфраструктурщикам. На них спрос есть, стабильный, то есть не меньше 7%. К ним, конечно же, единственное требование, которое сейчас есть, как раз следующий слайд посмотрим. Это требования системный администратор от тех 11% – это 73%. И вот как раз тоже новая профессия – это DevOps-администратор 27. И она потихонечку будет вытеснять системного администратора полностью. Потому что сейчас идет переход, как раз он премис технологий, то есть наземных технологий в облачную технологию. А облачная технология – это уже тот самый наш DevOps, где мы не имеем инфраструктуры. Мы имеем некие сервисы, микросервисы, имеем какие-то инфраструктуры в разрезе только софтового обеспечения. Аппаратного у нас уже нету и, возможно, и не будет. То есть есть, например, иностранные компании, которые полностью перешли в облака. У них осталось только сетевое обеспечение и бьет устройство. Ну, бьет устройство – это, грубо говоря, если перевести на, расшифровать это, получается, BraiUOwnerDevice, то есть использовать ваше устройство для всего. То есть у них на рабочих местах стоят просто мониторы, клавиатуры, мышки. Они приходят со своими лэптопами, приходят в этом плане со своими смартфонами, с моими планшетами, подключаются и полностью производят всю работу. Спросят, а как же Windows 10, Windows Server? Это все VDI, либо виртуальные машины в облаках, в котором люди подключаются и работают с ними. Так что здесь развитие, собственно говоря, инфраструктуры довольно сильно идет вверх. Теперь проговорим про сам курс, который у нас как раз дипломный проект, в котором у нас будет набор курсов. В общей сложности видим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь курсов здесь. Соответственно, первые два курса посвящены сетевым технологиям. Ну, еще раз говорю, без сетей сейчас никуда. То же самое касается облаков. То есть там разбирается маршрутизация, коммуникация в сетях, работа с Wi-Fi, работа с сетевыми операционными системами, основы сетей, это DNS, DHCP, IP-адресация. Сейчас как раз та самая модная IPv6, набирающая обороты все больше и больше. Потому что IPv4 у нас уже практически закончился. Остались там остатки какие-то былой роскоши. И, соответственно, сейчас все ждут 5G, все ждут IOT-технологии, которая сделает большой скачок в развитиях именно микросервисов, всяких датчиков, считывания. Потому что для них нужны будут тоже IP-адреса. И IP-адреса нам нужны будут, естественно, белые для их работы. И IPv4 однозначно уже не хватит. Дальше у нас будет набор из 5 курсов, посвященных Windows-серверу. Здесь мы говорим первый курс 10.9.6.7. Это курс, на котором мы будем говорить вообще базис по развертыванию Windows-сервера. То есть мы там затронем что. Что такое Windows-сервер, как его развернуть, что такое Active Directory, какие роли можно разворачивать, как разворачивать, как настраивать безопасность инфраструктуры, как разворачивать хранилище на Windows-сервере. Да, вы слышали хранилища, потому что сейчас тоже развивается все софтовое. То есть от аппаратных средств потихонечку уходят. Например, те же самые S-H-D-шки интерпрайзовые, которые есть, их потихоньку заменяют технологии Storage Space, Storage Space Direct от Microsoft и V-SAN от Linux, которые есть и развиваются семейными шагами. То есть можно быстро собрать довольно хорошего качества S-H-D-шку, скажем так, практически ничем не уступающие интерпрайзовым решениям, для работы за минимальную сумму. То есть в том плане, если взять, привести пример проекта, например, один из проектов, в которых я участвовал, буквально недавно, это полтора года назад было, можно сказать, что вчера, там нужно было создать два дата-центра между собой, соединенных на территории одного завода. На интерпрайзовом решении посчитали, обошлось бы эта компания в 40 миллионов, на Storage Space Direct с Microsoft сервером обошлось всего лишь в 10 миллионов. При том, что производительность и емкость инфраструктуры осталась та же самая, ничего не изменилось, но цена изменилась в 4 раза, что сейчас, конечно же, довольно важно с текущими ситуациями, которые есть по коронавирусу и прочей истории. Дальше у нас идут два курса, посвященных уже Windows серверу 2019. Это последняя версия Microsoft сервера инфраструктуры. Здесь первый курс у нас посвящен администрированию, то есть посмотрим, что он из себя представляет, какие новшества в сервере появились, какие доступы в нем есть. Следующий курс у нас гибридная инфраструктура и Azure IaaS с Windows сервером 2019. Разбор, как построить как раз гибрид между OnPremise и облаком IaaS инфраструктуры. В Microsoft предоставляется несколько видов инфраструктур. Мы видим как раз это IaaS, PaaS, SaaS и DaaS. DaaS относительно недавно появилась у Microsoft, но она развивается семейными шагами. Расшифруем чуть-чуть на русский язык. Соответственно, что у нас есть? IaaS это инфраструктура, а сервис, то есть это, грубо говоря, виртуализация, которая нам предоставляется в облаке, но без аппаратной инфраструктуры. То есть мы уже пользуемся процессорами, памятью, жесткими дисками, сетью, которую нам выделяют в рамках нашего тенанта. PaaS решение это уже следующая технология, где у нас есть уже некий программный продукт, который развернут, и мы его только настраиваем. Например, такой продукт, как SQL Server может быть, контейнеры, докеры, веб-сервисы все возможные, logic-сервисы и так далее. Следующее у нас SaaS решение это Software as Service. Это объединение набор утилит для получения какого-то результата. Например, в нашем случае это Office 365 и Microsoft 365. Это SaaS решение в чистом виде, где объединено огромнейшим пулом кучка PaaS решений. И, соответственно, последний DAAS это Desktop Service, это VDI, который Microsoft предлагает для развития. То есть мы переносим клиентские машины в облако и получаем бесшовную, собственно говоря, работу любого сотрудника. То есть человек может покойненько работал на одном компьютере, перешел на другой компьютер, продолжил полноценно работать с тем, что он начал на предыдущем компьютере дальше. Перешел на смартфон дальше работать, перешел на планшет дальше работать. И ему не важно, с какого устройства он будет производить действия. Так что в целом Microsoft развивается. И вот как раз 12 курс показывает, как нам единственное настроить инфраструктуру между IaaS и On-Premise инфраструктурой. Дальше у нас есть два курса, посвященные уже Azure, Microsoft облаку. Здесь первый, это 900 курс, это Foundation. Мы здесь поговорим про то, как посчитать это облако, какие технологии предоставляют с точки зрения сетей, как построить безопасно это облако для компании. Следующий курс AZ-104 рассказывает о том, как настраивать уже решения в облаке в разрезе виртуальных машин IaaS инфраструктуры, в разрезе PaaS решений, в разрезе Kubernetes, докеров, наносерверов, контейнеров Windows, в разрезе сетей и безопасности. То есть в целом программа достаточно обширная. После прохождения каждого курса специалист получает сертификат о том, что этот курс прошел Microsoft стандарта, это международный стандарт. Так что здесь этот сертификат принимается неважно где, он полностью написан на английском. То есть это можно и в Европе, и в Америке, и в России. Все это прекрасно принимается и воспринимается работодателем как дополнительный плюс вам в принятии вас на работу. По окончанию курса AZ-900 и AZ-104 можно пройти экзамен. То есть у Microsoft есть для этих двух курсов экзамены. Для VS-0.11 и VS-0.12 пока экзаменов нету, но в ближайшее время появятся, так как эти два курса, они относительно новые. Они вышли как раз в конце 2020 года, и вот сейчас они только потихонечку набирают обороты. Microsoft с Windows сервером в 2019 немножко отстал по курсам, но это ничего страшного. Ждем как раз экзамены по этим двум курсам. По окончанию сдачи экзамена вы получите официальный статус MCP, то есть Microsoft сертифицированный специалист, который вам также предоставит плюс при устройстве на работу. То есть если вы покажете ваши возможности сдачи экзаменов, это накопление, вы получите уже, конечно, больше возможностей получить нужную вам работу. Дополнительно к требованиям по IT-инфраструктуре я бы сказал еще одно – это знание английского языка. При этом при всем лучше развивать не только чтение, но также и общение. То есть это позволит вам найти работу гораздо шире. В этом плане для IT-специалистов, если немножко так поговорить про эту программу тоже, дало больше возможностей устроиться на работу и получить более оплачиваемую работу. Это коронавирус нам дал возможность работать удаленно, то есть присутствовать на работе стало совсем необязательно для системного администратора. И тем самым теперь мы можем, например, находиться в Самаре, в Новосибирске, во Владивостоке, а работать по всему глобусу, неважно где. Это может быть и Америка, это может быть Европа, Австралия, Канада, Индия, без разницы куда. В этом плане даже, когда я работал в Softline, компания Softline – международная компания, были проекты как в России, так и дальние зарубежья. Все, что требовалось – это удаленное подключение к инфраструктуре, и мы там все настраивали. Так что здесь сейчас знание, в первую очередь, английского языка, но с Windows-сервером – это и нельзя по-другому. То есть если кто-то настраивает сервера на русском языке, это очень плохо, переходите полностью на английский язык, это улучшит вашу работу и увеличит надежность вашей инфраструктуры. Русский язык только уменьшает ее. Разговор на английский вам тоже добавят плюс в устройстве на работу. Каждый курс имеет определенную длительность, можно с каждым курсом ознакомиться у Microsoft. Это 5-дневный курс, сейчас посмотрим в S11-12, сколько по дням эти курсы занимают. Для поиска информации по курсам можно пользоваться сайтом специалиста, можно воспользоваться сайтом Microsoft. Выбирайте сами, два варианта прекрасно подходят для работы. Здесь можно как раз ввести нужные вам курсы. Здесь единственное, что нужно понимать, что искать по названию курса, либо по Windows серверу в облаке, вообще в интернете довольно сложно. Здесь рекомендую воспользоваться либо сайтами учебного центра, либо сайтом самого Microsoft Learning Block. Например, WS0.11. Чуть-чуть подождем, пока работают. Не нашел такой курс, как-то странно. А, вот курс как раз чуть ниже показался. Вот он, администрирование Windows сервера. Здесь написывается вся программа. Тоже видим 40 академических часов. Это означает, что это 5-дневный курс. Теперь посмотрим то же самое, касающееся курса WS12. Вместе с тем, что мы видим 40 академических часов. Вот гибридная инфраструктура. Посмотрим его количество дней этого курса. Здесь 24 академических часа. Это означает, что у нас 3 дня курс будет вестись. На каждой курсе у нас есть четко расписанные модули. То есть это также предоставляется специалисту Microsoft. То есть можно также полностью программу посмотреть. на сайте Microsoft. Все абсолютно курсы состоят из двух элементов. Первый элемент – это у нас лекция с демонстрацией, где тренер вам рассказывает про технологию каждого модуля. После чего делает вам демонстрацию, как и что это делается в инфраструктуре. Например, видим как раз введение в Active Directory. Видим Azure IaaS, Azure AD, управление средой Active Directory разбирается. После чего у вас будет лабораторная. То есть у нас обязательно лекция-практика, где на основании предоставленных материалов от компании Microsoft, то есть все курсы Microsoft предоставляются непосредственно самим Microsoft и контролируются качеством Microsoft. Поэтому им можно доверять. Это не наша выдумка или чья-то. Это все подтверждает Microsoft и знания эти подтверждает. Вы выполняете лабораторную. Для лабораторной вам предоставляются виртуальные машины, где вы полностью все будете выполнять. Либо же, если это касается облака, предоставляется доступ в облачную инфраструктуру на время этого курса. В этом плане вам предоставляются некие денежные средства, которые вы вводите в Microsoft Azure. Это обычно либо 50 долларов на месяц, либо 100 долларов на месяц. И выполняете лабораторные работы. Step by step, что описано в инструкции. Дальше. AZ-900 у нас это однодневный курс, либо двухдневный курс. Однодневный курс, это получается в нашем случае, это без лабораторных и двухдневный с лабораторными. AZ-104, это у нас тоже пятидневный курс, где люди проходят также лекция лабораторная, всю информацию. M10-9-6-7, это тоже пятидневный курс. То есть в общей сложности у нас получается 10 дней, дальше еще 3 дня, 13 дней, тут может быть 2 дня, 15 и еще пятидневный курс. То есть в общей сложности 20 дней по 8 часов каждый день академических. Достаточно такой большой объем информации. После прохождения всех этих курсов появляется понимание, что и как сейчас реализовано. Единственное требование к этим всем курсам, предварительно все, что касается Microsoft, начиная с Windows сервера 12, рекомендация пройти PowerShell. Это язык программирования Microsoft для системных администраторов, основанных на командлетах. Чем-то похож на Bash. То есть Bash и PowerShell, они примерно одинаково пишутся. Также там есть пайплайны, команды, переменные. И за счет этого PowerShell мы управляем всей инфраструктурой. Сейчас, если так, почему нужно PowerShell изучать, инфраструктура on-premise администрируется только PowerShell примерно от 20% до 60% задач. То есть GUI интерфейса, то есть графического интерфейса вообще для этих задач нет. И не предусмотрено, и не будет. Ну и последнее, то что могу сказать, Microsoft потихонечку двигается в сторону Linux, где у нас GUI интерфейса может и не быть. То есть сейчас развивается как раз продукт Core Ядро, у которого только командная строка и только PowerShell. GUI нет от слова совсем. Облако в этом плане пока администрируется через только PowerShell, ну процентов 5. Все остальное можно сделать через GUI интерфейсы, и пока Microsoft это все не убирает, слава богу. Так что с облаком будет чуть-чуть вам попроще. Обучение на курсе у нас есть разнообразное, очное, очно-заочное, индивидуальное, открытое, вебинар классы. Выбирайте сами, что вам в этом плане больше подойдет. Это может быть и связано со стоимостью, это может быть с вашим режимом обучения. По прохождению каждой лабораторной, естественно, ведется обсуждение, можно консультироваться с тренером, даже во время лабораторной, любой вопрос спрашивайте. Во время лекции, здесь, если мы берем индивидуальное обучение, вопрос будет в любой момент времени. Если это группа какая-то, лекцию прослушали, дальше задавайте вопросы, спрашивайте, интересуйтесь, это тоже все приветствуется, коммуникация с классом, это всегда хорошо. То есть, по крайней мере, видно, что люди заинтересованы в обучении. Вопросы какие-нибудь есть? Денис, я предлагаю, давайте я сейчас скажу пару слов про наших еще преподавателей, про дипломную программу, пока наши слушатели сформулируют вопросы. Вот на презентации у меня основные наши ведущие преподаватели по данному курсу, по данной дипломной программе. Хочу обратить ваше внимание, что это не только преподаватели, это практики с многолетним опытом и с многолетним опытом преподавания. То есть, они и на практике знают, как выполняется их область ответственности, и также умеют донести эту информацию до слушателей. Успешно это делают уже не один десяток лет. Что еще хочется сказать, что та дипломная программа, о которой мы сегодня с вами говорили, это по ее окончанию вы получаете диплом о переподготовке по специальности. И я, допустим, изучая вакансии, часто вижу, что для некоторых работодателей, можно сказать, для многих работодателей, принципиально образование по направлению деятельности. И на выходе, при окончании дипломной программы вы как раз и получаете такой диплом. Если у вас какое-то есть первое высшее небо, не связанное с IT-направлением вообще никак, то главное, что оно у вас есть. И здесь эта программа переподготовки по специальности на основании первого высшего образования разрешает выдачу диплома о переподготовке. Он приравнивается ко второму высшему. Также по окончанию каждого авторизованного курса вы получаете международный сертификат Microsoft, который дает право на сдачу экзамена. Правильно я говорю, Денис? Да, есть только в том случае, если экзамен по этому курсу предусмотрен. То есть есть у меня что-то курсы, у которых экзамена нет. Что еще хотелось сказать? Также вот подарок для всех наших слушателей, которые записались сегодня на данный вебинар. Я подублирую информацию в чат. В течение трех дней, если вы решитесь на приобретение дипломной программы, в онлайн формате, мы даем вам скидку 14 тысяч рублей. И вы можете воспользоваться, называв промокод, который вы видите на экране нашему менеджеру. Если говорить о других курсах по данному направлению, то в ассортименте учебного центра «Специалист» представлены и более короткие комплексные программы по курсам Windows Server 2016-2019, которые включают в себя от двух до трех курсов и линейка программ повышения квалификации по администрированию облачных служб Azure. Также ссылочки я сейчас на эти курсы отправлю в чат. То есть по Azure у нас есть дипломная программа. На выходе вы получаете диплом о переподготовке по специальности. По курсам Windows Server 2016, соответственно, у нас есть две дипломные программы. Если для вас актуально получение именно диплома о образовании по данному направлению. Итак, уважаемые слушатели, вопросы. Потому что много вопросов было в начале, ответили ли мы на них. К Валентина спрашивает, интересно узнать про обучение онлайн без отрыва от работы. Я бы так сказала, все равно оторваться от работы придется на время обучения. У нас есть такие форматы, как обучение по 4 и 8 часов. Вы можете учиться в отпуске, например, брать обучение под отпуск и учиться, например, на неделе в будние дни, днем по 8 часов. Или учиться после работы по 4 часа. Либо учиться на выходных, тоже как вам удобно. Все форматы у нас есть и онлайн, и оффлайн. И форматы открытого обучения, когда вы смотрите запись, и преподаватель находится с вами в классе, отвечает на все вопросы. Вы просто двигаетесь в своем темпе, и когда что-то непонятно, или хотите задать вопрос, зовете преподавателем. Вот такие вот разные варианты обучения имеются. Также, чем удобно обучаться именно в нашем учебном центре, наверное, кто учился, уже заметили это, вы можете проходить дипломную программу в своем темпе. То есть выбирайте именно те курсы в том формате, который вам удобно. Хотите, один возьмите в вечернее время, другой возьмите на выходных. Это все индивидуально согласовывается с нашими менеджерами, которые вам с удовольствием помогут выбрать оптимальный вариант, оптимальные даты, и скомпоновать курсы так, чтобы у вас еще и были скидки. Потому что, обучаясь по дипломной программе, вы в сумме платите меньше, чем если бы покупали последовательно каждый курс. И также, обучаясь по комплексным программам, всегда выгоднее покупать несколько курсов сразу, чем каждый курс по отдельности. Я понимаю, что у нас очень большая линейка курсов, и в них можно, правда, запутаться. Если у вас есть какая-то карьерная цель, куда вы хотите прийти, и какая-то карьерная задача, то вы вполне можете воспользоваться консультацией по нашему профессиональному развитию от наших менеджеров. Я ссылочку на эту консультацию, на запись на эту консультацию отправлю в чат. Так, я вижу вопрос сейчас от Дмитрия. Если первые два курса уже в активе, их можно вычесть из этой программы и обучаться по недостающим, и затем получить диплом о переподготовке. Если они у вас в активе в учебном центре специалист, вы их проходили, или в каком-то другом месте. Если они у вас в учебном центре специалист, можно даже никак ничего не вычитать, просто с менеджером договориться о дальнейшем прохождении дипломной программы, какие-то сроки себе наметить. Если вы проходили где-то в другом месте, опять же в индивидуальном порядке, в специалисте. Да, замечательно, просто обратитесь к менеджеру и составьте план дипломной программы, какие курсы вам еще надо допройти, чтобы получить диплом. Вам обязательно этот вопрос менеджер подскажет, поможет сориентироваться. Так, ссылочку на вот такую консультацию, если вам нужна будет менеджер, у нас сейчас на экране, менеджер с вами свяжется и очень подробно, индивидуально вас проконсультирует по вашей ситуации. Также на определенные курсы у нас есть варианты обучения по очно-заочному обучению. Оно самое экономичное, когда вы просто слушаете записи, когда вам удобно, и у вас есть определенные даты контакта с преподавателем, которые отвечают на ваши вопросы и принимают у вас, так скажем, контролируют усвоение ваших знаний. Такие варианты тоже у нас имеются. Ну что, есть ли у нас еще какие-то вопросы? Давайте я пока буду рассказывать, вы потихонечку формулируйте вопросы, пишите, можно включать микрофончик и тоже их задавать. В чем плюс еще обучение по дипломной программе? Может быть, вы там не все слышали об этом, но по ее окончанию у вас действует скидка 50% на очень большой ряд курсов, и в течение полугода вы можете на курсы формате онлайн получить такую скидку. Всегда, если вы, так скажем, находитесь в профессиональном развитии, всегда не хватает каких-то знаний, и мне кажется, эта скидка, она такая достаточно актуальная. Итак, ну вот, Денис, я не вижу вопросов, может быть, вы чем-то дополните, как-то еще расскажете пару слов про комплексные программы, которые вот я сейчас демонстрирую. Конечно, здесь без вопросов добавим. То есть тут сможем смотреть, что здесь путеводитель, например, на экране сейчас показан со знанием, то, что мы видим как раз первое начало ветки, это согласно этой дипломной работе. То есть как раз у нас есть сети, CCNA, потом VS011, идет VS012. Это начало нашей дипломной работы, которая сейчас есть. Здесь мы видим отъявление PowerShell, здесь два курса как раз о PowerShell, это 10.9.6.1 и 10.9.6.2. Для вообще любого специалиста, сейчас неважно, где вы находитесь, ли вы собираетесь развиваться в этом плане, я бы эти два курса рекомендовал первоначальными до прохождения вообще начала операционной системы Windows. То есть в этом плане у нас есть два курса Cisco первые, потом пройти PowerShell. Сейчас, правда, есть еще один момент, это прохождение Python, даже курсы у Microsoft есть языка Python, у Cisco есть требования к Python, то есть он потихонечку тоже развивается, занимает нишу в администрировании, но это пока так больше... больше такое ответвление. Но PowerShell рекомендую абсолютно всем, потому что без него сейчас никуда. Достаточно для начала хотя бы базового курса, это 10.9.6.1, он пятидневный, на нем разбирается полностью с нуля, как писать PowerShell скрипты, команды, и как он может помочь администратору снять с себя рутинные задачи. Не совсем Евгений понял, как часто при работе в этой сфере требуется знание продуктов Microsoft. Какой конкретно сфере? В сфере системного администрирования? Если брать системное администрирование, то сейчас 50 на 50. То есть если мы говорим про инфраструктуру, то это, как правило, Windows. Без нее мы никуда, соответственно, без Windows сервера вы тоже никуда не пойдете. А Linux это только для разработчиков в основном, то есть именно Windows, если мы говорим Linux системный администратор, то это либо в нашем случае будет сетевое оборудование, то есть там настройка, либо это могут быть веб-сервера в компании, очень часто встречающиеся. Также это могут быть какие-нибудь сервера безопасности, тоже на Linux могут быть. А так в основном в компаниях это все Windows. Это потому что клиентская часть, и она объединяет. То есть там LDAPы всевозможные, сертификаты, центры. Это все Windows. Конечно же импортозамещение потихонечку набирает обороты, но я бы сказал, это больше вынужденная система из-за санкций. Не было бы санкций, многие компании до сих пор бы сидели в Windows, потому что без него точно ничего не получится. А если мы говорим про облако Microsoft, то здесь технологии Windows тоже нужны, потому что здесь все-таки у нас очень много IaaS-инфраструктуры, никто не может сейчас быстро перейти на микросервисы, это невозможно, потому что много очень продуктов, которые именно ставятся на Windows сервер, без них никуда, потому что здесь тоже виндовая технология обязательно. Так что требование знания продуктов Microsoft, разрезить там, например, доменных служб, служб сейчас сертификатов очень сильно набирает обороты, потому что безопасность стала очень важна, без центра сертификации совсем никуда. Тот же самый виртуализация очень востребована по Windows серверу, контейнеризация, то есть это Windows сервер плюс докеры, контейнеры тоже развиваются семимильными шагами, никто ее не отменял. Дальше, что у нас там еще могут кидывать технологии, это Software Definition Network, то есть это настройка сетей, тоже сильно, на Microsoft, потому что виртуализация Hyper-D, она имеет преимущество какое? Она относительно бесплатная, то есть мы платим только за Windows сервер, особенно если компании купили Data Center Edition, то дальше мы за сервера больше не платим, то есть это все входит в лицензию. Если мы берем тот же самый виртуализацию в MWAR, там придется заплатить и за vCenter, и за лицензии необходимые, там дополнительные, vSAN и еще что-то, то у Windows в этом плане все входит в одну лицензию, то есть ничего в этом плане дополнительного не требуется, они очень много предоставляют готовых ролей в стоимости одного сервера и больше ничего. Если брать даже, вот если смотрим, почему от Windows сервера никто не отказывается, берем тот же самый Astralinux, его цена в полтора раза дороже, чем Windows сервер, то есть инфраструктура на нем будет достаточно дорогая, поэтому никто с Windows сервера переходить не собирается и никуда, то есть компании сидят на нем и уходить не будут. Дальше, чтобы еще так сказать, требования по продуктам, ну здесь можно сделать RMS, Rage Management Service, тоже важный момент, групповые политики, без них тоже мы никуда, Linux в этом плане централизованное администрирование до сих пор толком нормально не имеет, а здесь мы видим как раз развитие продуктов, дальше по Windows направлению также есть рекомендация изучать этот зам и System Center, Configuration Manager, никто его не отменил, это продукт для управления инфраструктурой, прекрасно работает и с Linux, и с Mac OS, и с Windows, а если интеграцию сделать с Intune, то это еще получается MDM, то есть Mobile Device Management, это управление Android, iOS, централизованное, Mac OS, централизованное, так что Windows продукты никуда не денутся, и технологии, и роли их нужно изучать, Microsoft от них отказываться в ближайшие, грубо говоря, даже в перспективе 20 лет точно не будет, так что здесь изучаем, единственное, что немножко меняется именно сам облок технологий, они частично переезжают в облака с on-premise, но даже в облаках это то же самое Windows технология, те же самые LDAP запросы, те же самые PowerShell, те же самые Windows сервера, никто их не убрал, то есть единственное, там могут быть пас решения, но это в принципе не важно. в любом случае. Еще у нас пара вопросов есть в чате, может быть мы еще на них ответим. Да, я как раз по вопросу в чате, по поводу Болгарии я ответить не могу, это я думаю наш менеджер ответит, при переходе в облака безопасность, вы понимаете, риски есть везде, то есть риски и в on-premise, и в облаке примерно идентичные, то есть это просто как бы такой выдуманный момент, что типа земля она безопаснее. Земля она безопаснее, но в одном моменте, если мы ее отключили физически от доступа в интернет, то есть она физически изолирована, тогда да, земля безопаснее. А если мы говорим про облака, то в облаке очень много технологий, которые позволяют хорошо обезопасить наши данные. Единственное, в чем недостаток облаков Майкрософта, которые сейчас есть, это то, что на территории России нет ни одного дата-центра. Это единственный минус, который мешает Azure развиваться в России. Многие компании по законодательству просят, чтобы данные размещались на территории России. Но если мы берем, например, другие сейчас, там Казахстан, к примеру, Казань и прочие, потихонечку развивается то, что вычисления считаются в облаке, а информация хранится на земле. То есть у нас очень много продуктов у Майкрософта, которые можно использовать, используя хранилище земное, а вычисление будет облачное. У облаков очень большое преимущество в разрезе ресурсов. Они безграничны. То есть мы хотели сегодня 20 процессоров, будет 20 процессоров. Захотели завтра их 150, будет 150. Только плати за них. Захотели памяти 140 гигабайт, будет 140. Захотели 20 гигабайт, будет 20. Платим только за то, что мы используем. Это, естественно, большой плюс в облаках. Но если мы берем в этом плане российские облака, к сожалению, это не до облака. То есть даже берем то же самое облако Яндекс, облако Сбербанка, облако Ростелекома. Это такое облако, конечно, но несравнимо ни с Эжа, ни с Амазоном, ни с Гуглом. То есть сейчас в мире три основных поставщика облачных технологий это Эжа, Амазон и Гугл. Ну и основные, собственно говоря, это Эжа и Амазон. Если спросить, а какое более сейчас часто встречающиеся мир за рубежом, ответ очень простой. И то, и другое. То есть сейчас все компании иностранные используют сразу двух-трех провайдеров облаков. И в этом плане, например, Amazon и Эжа, то есть АВС, Амазон, веб-сервис, они очень хорошо между собой интегрируются и без проблем мощности вычисления можно передавать между ними, собственно говоря, не теряя ничего. Так что технологии развиваются, безопасность есть, и я бы так сказал, что в облаке безопасность даже лучше. Потому что в облаке сейчас Майкрософт развивает искусственную интеллект, который анализирует все ваши логи, анализирует все события, которые происходят с вашей инфраструктурой и видит какие-то отклонения от нормы и вам об этом сообщит заранее, быстрее, чем это сообщат даже ваши люди. То есть на моей практике буквально недавно вел курс, это на прошлой неделе, и говорят людям, мы даже, у нас была проблема с центром сертификации только потому, что мы не отследили, что сертификат кончился. то в этом случае нам средство мониторинга, которое встроено в облака, а оно уже встроено там. То есть нам не нужно его настраивать, не нужно с ним какие-то действия делать, оно уже есть. Все же требуется его просто включить. Нажать кнопочку добавить мониторинг этого сервиса. Меньше функционал, безусловно. То есть российские облака потихонечку применяются в основном только ИАС, то если мы берем ПАС и СААС, то российские облака только в этом плане двигаются, и это нельзя назвать ПАСом. Все-таки облако, основной признак облака это что? Это селф-сервис, то есть портал самообслуживания. С российскими облаками пока порталов самообслуживания нормальных ну практически нету. То есть они все такие недопорталы. Они есть, что-то предоставляют, но в основном вся работа через менеджера. Написал, тебе выделили ресурсов. На моей опыте, например, если брать российские некоторые облака, называть их не буду какие, то там нет даже мощностей. То есть мы там, грубо говоря, заказывайте еще мощностей, компания в быстром темпе бежит к поставщику оборудования, под ваши требования покупает оборудование, помещает его в дата-центр. Если мы берем Amazon и Azure и Google, ты просто приходишь и берешь столько, сколько тебе нужно. То есть даже если там крупные компании, Касперский, они пользуются облаками Microsoft для разработки. То есть они полностью в нем ведут всю разработку, тестирование своих приложений, и это их вполне устраивает. Это как раз гибкость разработки, гибкость ресурсов. Даже знаю крупные IT-компании, которые в этом плане используют облака, даже учитывая, что у них мощная инфраструктура, потому что у них инфраструктуру развития, расширить гораздо дороже и сложнее по тем же самым регламентам, приказам, бюджетам, чем просто взять в облаке больше ресурсов. Гораздо гибче в облаке в этом плане, поэтому будет. Российские облака, говорю, пока только развиваются. Но мы почему в этом плане отстаем? Европейские облака появились еще лет 20 назад потихонечку. И они как бы и с мейнфреймами очень хорошо дружили. То есть мейнфрейм и облако это в принципе одно и то же. Для нас это скоро будет опять вернемся к мейнфреймам по факту. То есть еще идет в эту сторону. Мы развиваемся в этом плане относительно недавно. То есть последние 5-6 лет, 7 лет. Естественно, что развиваемся очень плохо. Причина очень простая. Если брать мир, в мире 7 миллиардов населения, а в России 140 миллионов. И как-то вот в России с IT-технологиями в лучшем случае связано 20 миллионов. Это в лучшем случае. И собственно говоря рынок очень маленький. Поэтому он и развивается плохо. Даже тот же самый Китай возьмем там полтора миллиарда населения. Его IT-технологии естественно развиваются гораздо сильнее в этом плане. Ну и еще говорить у Китая есть свои дата-центры Эжа. У них 3 дата-центра построенные в отличие от России. Так что есть куда развиваться. В России сейчас Ростелеком хорошо развивается. И Сбербанк хорошо развивается. То есть Сберклауд они сильно идут потому что у них свои дата-центры особенно берем Сберклауд очень большой дата-центр. В свое время Сбербанк хотел договориться с Майкрософтом о предоставлении офиса 365. они хотели на своих мощностях предоставлять по САС решение. Но там о чем-то они смогли договориться в итоге не получилось. Это когда-то он только-только вышел офис 365 а он появился сейчас скажу когда это сейчас берем 6 лет берем еще 5 лет офис 365 появился примерно 12-13 лет назад. то есть а в России про офис 365 в этом плане а российский аналог даже и мыслей не было да и до сих пор его и нету то есть мы в этом плане до сих пор еще отстаем не предоставляем такой набор. Ну офис 365 это является лидером в мире даже Амазон и Гугл не предоставляют такой функционал. То есть они предоставляют отдельные какие-то продукты которые чем-то закрывают офис 365 по данилочке а совместное использование интеграции взаимодействия нет, нет такого. Так что Microsoft здесь лидирует безусловно. Еще какие-нибудь вопросы? Да, Ольга там был вопрос по Болгарии я не знаю там проблем с оплатой будет. У нас в принципе на сайте можно платить самостоятельно любой картой то есть даже без контакта с менеджером соответственно нет проблем оплаты вообще откуда угодно. И был еще вопрос про дипломную программу если проходить ее в своем темпе и после прохождения уже вот этих отдельных курсов ходящих в дипломную программу получить диплом ну можно ли так? Да, конечно то есть можете сами проходить как вам в своем темпе единственное не больше чем три года потому что какие-то уже технологии если вы прошли например прошло там больше трех лет по-моему и какие-то курсы уже устарели то соответственно там поменялись какие-то технологии их придется перепроходить уже конечно не за такую стоимость не за полную но тем не менее старайтесь согласовать с менеджером вот те сроки в которые вы должны уложиться чтобы не попасть вот в конце на какой-нибудь обновленный курс потому что в IT-технологиях вообще все очень быстро меняется вот как как мы сегодня с вами и обсуждали если брать Microsoft можно у Microsoft найти roadmap по продуктам у них есть дорожная карта где показывается когда какой продукт будет выходить какая версия какой продукт будет изъят и собственно говоря согласно этой карте двигаться по развитию своего опыта знаний практики предлагать у себя в компаниях тот или иной продукт изучать его инфраструктуру сервисы возможности функционала ну как из моей практики могу сказать когда ко мне даже приходят опытные системные администраторы они уходят примерно с багажом новых знаний которые они в принципе не работали ну процентов 30-40 гарантированно то есть там например те же самые технологии DACA технологии RMS FSRM многие даже их и не знают особенно там Storage Space Storage Space Direct SDN то есть как бы говорят виртуализацию видели все это делали настраивали но таких технологий мы даже не думали что они есть хотя эти технологии вышли в 12-м году а сейчас уже 21-й год на за окном так что отставание есть что здесь рекомендация проходить курсы и собственно говоря освежать свои знания ну что друзья наше время вышло пора нам уже завершаться я надеюсь наш сегодняшний день открытых дверей был вам полезен хочу Денис поблагодарить вас за прекрасное выступление за такой рассказ про профессию про все ее тонкости и нюансы уважаемые зрители мы вас ждем в учебном центре специалистов на обучении наши менеджеры всегда готовы ответить на все ваши вопросы все